Мы приветствуем Оксану и интересуемся, готова ли Оксана к диагностике, доверит ли она нам своей биополе на период сеанса. Доверит. Будем разбивать или будем сразу же скэнер отправлять? Я там по чакрам смотрел, там на всех чакрах сидят по фотографиям. Ну давай, хорошо, разбиваем. Мы выстроим каналы, каналы выстроим. Давай сделаем, да, хорошо, давай. Каналы мы выстроить можем только, когда мы начнем со скэнером работать. Или же мы дадим команду, хорошо. Хорошо, Оксана, ты полноправная хозяйка своих энергий. Любой, кто с тобой интерферирует, автоматически попадает под твою власть. И становится время для них остановилось, не могут воздействовать на тебя. Я посчитаю от 1 до 3 и все ответственные за все невидимые спрятанные подключки и импланты. Все интерференты... Силой моего намения притягиваются в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. У меня инсектоид. Желтое тело поражено им. Он в клетке? Да, он в клетке. Он пожрал желтое тело, да? Да, он отложил там. Понятно, хорошо. Желтое-оранжевое тело. Деймон у нас. 12-ти герцовый. Руки. Как за руки дергают ее, как марионетку. Он и сейчас дергает? Ну, он сейчас в клетке, но как лента идут от него к рукам. Но он не дергает сейчас. Хорошо, если начать дергать, дай мне знать. Хорошо, где он? Дальше. Третьих-то? Спрут на голове. Угу. Ну, вот и получается как раз. Все, Николай больше. Ну, вот и отчетом куда уже больше. Инсектоид забрал половину тела, демон забрал нижнюю часть, спрут забрал голову. Все. Он, кстати, рогами вниз давил. О, вот так вот, да? Хорошо. Так, 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 так. Ну, давай начнем с прута. Спрут, когда ты зашел в это тело? Как долго сидел? Пятнадцать идет. Пятнадцать лет? Да. Покажи ситуацию, когда это случилось. Забрался погреться. Зимой? Да. И остался, да? Да. Какую энергию ты воровал у нее? Жил в ней. То есть ты забирал энергию верхней чакры, да? Двух. Двух верхних, понятно. Синий, фиолетовый. Понятно. Оставил свои присоски в этом биороботе? В тонких телах много их? В голове. В голове. Будет потом команда, вытащишь все, я буду проверять. Если не вытащишь, все сгорит. Ты это понял, да? Понял. Хорошо. Переходим к инсектоиду. Инсектоид, как долго ты сидишь в этом теле? Фрут говорит, что он знал, что ты придешь. Откуда? Она начала беспокоиться. В последнее время от нее шли другие энергии. Очень хорошо. Он понял, что ему пора. Но не успел, да? Ждал до последнего. Готов копирировать. Уважаю. Хорошо. Так, Адима, до тебя не дошло, что я приду сегодня с тобой разговаривать? Он говорит, что ему любопытно было на тебя посмотреть. А мы знакомы с ним? Нет. А почему тебе было любопытно? Слухи ходят. А в этом плане? Да. Ну, посмотрел? Да. Будешь кооперировать? У нее лярва есть на груди. Отдай мне. Не возражаю. Может, потом я скажу, дам команду, когда? После чистки. Можешь забрать потом ее. Хорошо. Демон, я еще раз подтверждаю то, что я говорил всем другим демонам. Первый раз вы в безопасности. Мы разговариваем. Если ты повторно попадешь в это тело, вот тогда ты узнаешь того, о ком вы там разговариваете. Хорошо? Все. Объявляем вам на сегодняшнюю программу. Сейчас состоится реверс энергии. Мы заберем у вас, вернее, отдадим вам всю темную энергию, которую вы дали Оксане. После этого мы заберем у вас все светлые потоки энергии, которые вы у нее забрали. И после этого я дам команду. Вы выйдете и вытащите все, что вы оставили в ее биополе до последних своих артефактов. То есть, чтобы там ничего не осталось. После этого я буду проводить удар шоковый в одним миллионам герц. Если что-то останется, то по каналу упадет шоковый импульс в клетку. И тот, кто находится в клетке, может сгореть. Я не хочу никому причинять вред. Поэтому я вас предупреждаю к этому серьезно отнестись. Хорошо. Все поняли? Да, все поняли. Хорошо. Переходим к праце, дури, чистке. Я даю команду тонкой копии Оксаны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственны за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Оксане. Энергия страха, отдаем энергии неуверенности, всех болезней, все, что она могла получить от них, за все эти годы возвращается к ним. У нее два инсектоида, а не один. Два инсектоида? Ну что, женился там пока этот? Ну, видимо, семья. Это кто там инсектоид? Твоя супруга или кто у вас там? Да. Ну, понятно, хорошо. Он за спрутом пришел. Хорошо. Как он говорит, в свободные тела. Где вы там свободные места находите? Я удивляюсь. С прута идет фиолетовая грязь такая смешанная с синим, с каким-то цвет такой. Как ватом, что-то, как облако такое грязное. Черно-красное идет к демону. В инсектоидам тоже грязь идет с желтым оттенком. Хорошо. Я спрашиваю демона. Демон, когда ты зашел в биополе? На какой частоте? Расскажи ситуацию. Пять лет назад. Что там было? Ругалась. С кем-то ругалась. Кричала. Ну, это твоя любимая музыка, я знаю. Открытые волны. Зашел попробовать и остался. А бывает такое, что орут, ты приходишь, смотришь, а там и смотреть не оно, что разворачиваешься и уходишь, да? Бывает. Братцы человек поднимает, мне там нечего делать. Согласен. А как, но чувствуется неуютно себя или как? Когда высокие брацы. Мне там нечего делать. Согласен. Скажи мне, демон, ты первородный или ты был когда-то человеком? Родился там. Значит, первородный. Понятно. Они все забрали. Хорошо, отлично. И устанавливаются фильтры. Мы сейчас сделали какой реверс? Чужеродный, да? Отдала она. Отдала, отлично. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Оксана забирает чистую, светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Оксана себе обратно. Она, хозяйка сверхи энергии, возвращает все свое себе обратно. Красная пошла. Демон. Понятно, что убрал. То и пошло. Желтая, оранжевая. Сектоиды. Демон, я вот не пойму, ты пришел посмотреть, ты говоришь, но ты пять лет сидел в этом теле, откуда ты мог знать последние новости? Выходил. А, скажи-ка мне, демон, там есть космические в квартире у нее живут? Есть там порталы? Портал есть, выходил через них. Поэтому и удивился, потому что по идее тебе же удобно иметь портал в доме. Он давно там открыт? Кем открыт этот портал? Или он блуждающий? Он блуждающий, блуждают. Пользуюсь разными. Один постоянный. Понятно. Благодарю. Оксана, у вас в квартире порталы. Обратите на это внимание. Вам надо будет, скорее всего, почистить квартиру. Ворону он показывает. Я вижу. Готово отдали. Хорошо, все. И сейчас наступает этот момент. Я прошу всех выйти из клетки и забрать все, что они оставили в биополе Оксаны. И потом доложить. Один, два, три. Можете выходить. На инфектоиду они достают яйца. Живота. Из-под грудной клетки. Вот и снизу. Они вытаскиваются. Выкатываются лапками, да? Ну, они как съемные такие какие-то штуки. Инкубаторы. А слизи там нет? Ну, они как в таком теплом месте держат в каком-то. Да, спрут не забывает. Если слизь осталась, эти вещи, они все равно сработают. Поэтому все забирают оттуда до последнего микрона. Что у нас демон снимает? Качельки? Да, есть качельки. На коленках крепления. А какую боль ты ей доставлял? Понижал вибрации. Понижал, да. Мысли депрессивные. Вот вы в этом действительно мастера, эти мысли депрессняк на людей наводить. Да? Вас же там учат этому всему. Просто много людей обращается к нам с депрессивными состояниями. Каждый раз вытаскиваю таких товарищей. Почему-то с демонами можно еще нормально работать, а вот бесы себя ведут как-то очень странно. Они какие-то такие рисковые у вас ребята. Все сняли. Да. Бес просит лярву. Он демон был вообще-то. Демон. Да, демон. Я тебе обещал лярву, пожалуйста, можешь ее взять. Только забирай все, без остатка, что-то ничего не оставалось. На карте у нее лярву. Пусть убирает. Да, правильно, что ее долго держать. Вкусно? Аркай. Ой, ну понятно. Хорошо, Вера. Так, они все забрали. Хорошо, делаем проверку. Я подхожу сейчас к Оксане, кладу руки на плечи, мы с собственной энергией ударом 200 тысяч герц, сжигая все каналы, чипы, датчики, все, что бы не находилось. Один, два, три, удар. Да, отстегнулись все. Никого не тряхнуло? Все чисто, да? Все чисто. Хорошо, все. Демон готов уходить? Готов. Хорошо. Ну, видишь, встретились с тобой, посмотрел, все нормально. Ничего страшного? Он говорит, не забудь про портал. Я не забуду, я передал Оксане, это Оксана должна. Благодарю тебя за информацию. Все, открывается внизу портал на чистоте демона, один, два, три. И демон уходит безболезненно на свою чистоту. Плюс забывай дорогу назад, закрывай, печатай, растворяй пентаграмму сверху. Он, да, он ушел, он имел в виду, что я не приду, кто-то другой придет. Я понял, да. Готов. Оксана, обязательно подумайте над этим вопросом, если можно сам демон говорить. Все, поехали дальше. Спрут готов уходить? Да, он готов уходить. Я понимаю, 15 лет ты там пробыл, пожалуйста, ищи сейчас себе новый дом, потому что сюда приходить тебе больше нельзя. Договорились? Да, он готов. Все, открывается наверху портал на чистоте спрута, один, два, три. Спрут уходит на свою чистоту. Забирает все, что он принес, закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Так, инзиктоид готов уходить? Готово. Хорошо. А, инзиктоиды, понятно, семья у нас же там. Да, я прошу вас найти новое место обитания. Сюда больше приходить не надо, потому что я это буду проверять и найду вас тогда в следующий раз. Вы это поняли? Они поняли. Хорошо, открывается два портала на чистоте инзиктоидов, один, два, три. И оба инзиктоида уходят на свою чистоту. Порталы закрываются, опечатываются, растворяются. Готово. Отлично, хорошо. Проверку все прошли, мы их отпустили. Переходим на чистоту магического воздействия, если таково, если оно сейчас проявляется. Один, два, три. Чисто. Переходим на чистоту неупокойной бесплотной души. Чисто. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. У меня есть что-то темное. У меня чувство было, да. И это бесплотный подселенец выходит силами. Его намерение из биополи отправляется в клетку-тюрьму. Один, два, три. Было ощущение, что это сегодня будет из бесплотных. Ну, а есть какой-то. Снимаются все маски и голограммы. Предстает первозданном виде фантом. Один, два, три. Кто такой? Ну, он тоже с портала пришел. Дедушка какой-то темный. Выпусти меня. Ты пришел из темного портала. Кто ты такой? Я пришел с портала. Я знаю. Когда ты пришел? Во всем доме портала. Во всем доме портала? Меня интересует эта квартира. Где в этой квартире портала? Передвигается. То есть, двигающийся портал. Это там плохая земля или там просто плохие энергии? Он говорит, я не знаю. Я пришел к ней, чтобы меня выпустили. Откуда ты знал, что я приду? Слухами земля полнится. То есть, ты хочешь меня попросить отправить тебя? Да. А как ты можешь из темного портала прийти и проситься в светлый? Кто ты? Представься сначала и расскажи. Я должен знать, с кем я имею дело. Это портал между... Мирами? Какое твое имя? Как к тебе обращаться? В общем, он мне показывает, есть темный портал, нижний, а есть портал, где они передвигаются. То есть, с одного места в другое. Вот он с него пришел. Хорошо, понимаю. Как давно ты покинул свой биоробот? Как давно ты умер на земле? 80 лет. 80 лет назад? Да. Да, забалделся. Сперва не хотел уходить, потом не знал как. Понятно. А как ты эти 80 лет, чем ты занимался? Где ты был? Ты же там практически всю историю пережил 80 лет. Искал. Выход искал. Так ты практически во время войны или перед войной Второй мировой умер, да? Или как? От старости умер. Своей смерть? От старости, да. По программе. Ну, ты представляешь, а как зовут тебя? Олег. Олег. Хорошо, Олег. Я понимаю, это для тебя очень важный момент. Возможно, самый важный за последние 80 лет. Я тебе открою сегодня портал. Светлый портал. Твоя душа уйдет в чистилище. Светлый портал. И там ты встретишься со всеми. Своими друзьями. Своими родителями, детьми, если у тебя были. Все уже тебя давным-давно заждались. Ты хочешь уходить? Да, я жду. Открою, если можешь. Открываем. И я даю команду. Значит, открывается портал. Светлый портал в чистилище. Один, два, три. И Олег уходит в чистый портал, светлый портал в чистилище. Закрываю, печатаю, растворяю. И вот там встречают. Он не верил тебе до последнего. Да, его встречают. Встретили уже. Не верил до последнего, да? Да, что действительно он сможет выйти. Вот так вот. Сверху. У меня такое ощущение, что все знают больше нас. Демон приходит на меня посмотреть. Бесплотная душа пришла для того, чтобы я ее отправил в этот вот. Ты популярный там, что сказать. Только бы не угры с рептилоидами. Хотя, о чем мы говорим. Хорошо, хорошо. Мне такая популярность, конечно, ты понимаешь, очень радует. В кавычках. Все. Хорошо. Все ушли. Хорошо. Мы закончили чистку. У нас остались вопросы. Я делаю запросы и я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу к нам прийти. Учитель или куратор 1981 года, воплощенный на Земле. Просим куратора или учителя прийти к нам в комнату диагностики. У нас женщина, полноватая в голубом, в таком наряде какой-то. Хорошо, снимается. Все маски и голограммы. Лидия. Мы приветствуем Лидию. Вы куратор или учитель? Учитель. Учитель. Хорошо. Мы приветствуем уважаемый учитель Лидия. Мы сегодня, меня зовут Влад, это Вера. Мы производили сегодня чистку вашей подопечной. Вытащили из нее два энзиктоида. Демон был 12-герцовый. Ну и спрут 15 лет он не сидел. Сейчас все ее биополя чистые. Все тонкие тела. Мы вытащили все, что ей могло еще мешать. И у Оксаны еще есть 10 вопросов к куратору или учителю. Она говорит, я благодарю вас за очищение души. Это наша работа, уважаемая Лидия. Нам очень приятно, что свою работу нравится вам. Я с удовольствием отвечу на все вопросы. Благодарю вас. Хорошо. Я приветствую Оксану. Рада приветствовать. Это ваша первая встреча, да? И видеть твои яркие цвета. Это наша первая встреча. Были другие встречи на ментальном уровне. Благодарю. Первый вопрос. Какая у меня душа, земная или космическая? Земная. Каким было мое предыдущее воплощение? Родилась в 1812 году во Франции. Я умерла в 54-м там же. Кем она была? Чем она занималась? Родилась в хорошей семье. Была историком. Описывала исторические события. В том же время. В 1812 году. Очень интересные события. Ей действительно много работы было. Она была практически соучастником всех этих событий. Свидетелем. Очень интересно. Она наверняка оставила след на земле. Не правда, Лидия? Наверняка где-то еще можно найти ее работы, да? Которые она писала. Или это все ушло в небытие куда-то? Если человек историей занимался. Это не так важно. Важно, что душа получила свой опыт. Уважаемая Лидия, я перехожу к третьему вопросу. Сколько у меня в этой жизни, в скобках в этом воплощении, кармических узлов? Сколько из них я прошла и сколько мне еще предстоит пройти? Пять. Всего четыре прошла. Остался один. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Мне идет информация с детства, что я воплощаясь на земле, я сама выбирала себе путь развития. В моей земной жизни все тяготы и сложности должны были быть, секундочку, именно первой ее половине. Хоть мне и предлагались разные варианты, я выбрала именно такой. Не знаю почему, но именно этот момент выбора мне очень четко врезался в память. Это действительно так или это моя детская фантазия? Так ты помнишь? Она, это действительно вас помнишь? Часть своего прошлого. Да. Перед воплощением. Хорошо, вот тут она дальше пишет. Мне даже предлагали вернуться назад. Ну куда, вопросительный знак. Под предлогом, что я здесь на земле не справлюсь, мне будет очень сложно. Вы понимаете, о чем она? Очевидно, кармические узлы, которые она выбрала, сложные, но они даны для того, чтобы получить определенный опыт. Для этого мы здесь, уважаемая Лидия. Для этого мы здесь, для того, чтобы опыт получать. И именно благодаря этим кармическим узлам. Это наша работа. Все, кто думают, что они на землю отдыхать пришли, они ошибаются. Я перехожу к пятому вопросу. Если вы не возражаете, как мне найти свое предназначение в этом воплощении? Искать. Давайте я переформулирую. Пробовать. Да, методом проб и ошибок. Но каким направлением у нее хорошо? Сердце подскажет. Сердце подскажет. Хорошо. Слушайте свое сердце, Оксана, оно вам обязательно это все подскажет. Шестой вопрос. Могу ли я самостоятельно чистить, лечить и ставить себе защиту и своим детям? Как мне себе помочь? Можешь что-то подсказать, посоветовать? Может ставить и себе, и детям энергию любви. Правильно? Вы сказали? Совершенно верно. Благодарю. Материнской любви. Материнской любви. А себя как она может защищать? Энергией любви абсолютно. Своим намерением. Тоже верно. Намерение есть. Самая сильная сила на Земле. Хорошо. Поехали дальше. Седьмой вопрос. Есть ли на мне проклятие и как это убрать? Мы сейчас в чистке ее проводили. Мы никакого проклятия у нее не видели. Нет проклятия. Нет проклятия. Иначе мы это тоже увидели. Хорошо. Лидия. Восьмой вопрос. Тут более обширный. Потому что она описывает ситуацию. Одну секундочку. Так. Очень длинный вопрос. Но ведь это для нее очень важно, раз она его так долго писала. Хорошо. Восьмой вопрос. Летом 1999 года со мной произошел очень странный случай. Ко мне явился образ. Я его не видела физически. Но видела пульсирующую энергию, исходящую от него. Этот образ предупредил меня о смертельной опасности для моей младшей сестренки, которая должна была наступить в самое ближайшее время. Благодаря этому предупреждению несчастного случая удалось избежать. А меня потом еще очень долго трясло. Хотела узнать, если это, конечно, возможно, кто ко мне тогда приходил с этим предупреждением. Спрашиваю об этом потому, что я раньше очень часто видела такие пульсирующие энергии образы. И все они вели себя по-разному. Кто-то из них был нейтральным ко мне, кто-то приходил со злым умыслом попугать меня, а кто-то вот с добрым намерением. Это был куратор сестры. Ты чувствуешь эти энергии, потому к тебе и приходил. Другой бы просто не понял. Отлично. У тебя не тонкая грань, тонкая грань памяти, что ли. Ты можешь видеть, ты помнишь прошлое. Если ты сосредоточишься, ты вспомнишь свою прошлую жизнь тоже. Тем более, вы уже намекнули, куда ее вспоминать, поэтому и будет намного легче. Благодарю вас, уважаемая Лидия. Поехали дальше. Так, это у нас был восьмой вопрос. Девятый вопрос. Опять ситуация. Я дважды во сне очень четко слышала чей-то голос. Первый раз голос сообщил мне о дате рождения моего старшего сына. Второй раз голос меня будил, так как для меня была опасная ситуация. Во сне я проживала реальную смерть своей родной тети. Видела все так, как будто происходило это со мной лично. В самых мельчайших подробностях. И я могла просто не проснуться. Чей это был голос и кто меня предупреждал? Это была я. Поэтому я сказала, на ментальном уровне мы встречались. О, как интересно. Лидия, очень красиво. А вы ее предупреждали, там была ситуация, она вас услышала. Значит, соответственно, у вас отличная связь. У нее тонкая грань, еще раз говорю. Вы называете тонкая грань. Если она будет концентрироваться, она много для себя узнает. Пусть начнется контакт. Информация идет к ней. Пусть начнется с осознанного контакта с вами. И это будет ей уже очень большая помощь. Думаю, что контакт установлен. Отлично, я тоже в этом больше чем уверен. Десятый вопрос, последний. В каких случаях я могу обращаться за помощью к своему учителю, куратору, наставнику? Как я могу это сделать? Хочу поблагодарить все высшие силы за то, что не оставляет меня в сложных ситуациях. Мы благодарим тебя. Ты можешь обращаться ко мне напрямую. Я всегда слышу тебя. Лидия, у нас больше вопросов нет. Вы можете сейчас... Наступает момент, вы можете сказать все, что вы хотите ей сказать. Она это прямо сегодня услышит. Я благодарна за связь. За то, что все сложилось так, что я могу общаться с тобой. Жду следующих встреч. Примите, пожалуйста, нашу энергию. Без посредников. Отлично. Впрочем, уверен, у Лидии это получится. Благодарим вас, Лидия. Сердечная благодарность. Благодарю всех присутствующих. Мы посылаем вам на этом месте нашу энергию благодарности за ваш визит. Примите ее, пожалуйста. И у нас есть очень добрая традиция такая. Все кураторы, все учителя, которые приходят, мы им всем делаем подарки. Вы можете любой образ, любое, все, что вы хотите сейчас, все, о чем мы можем знать на земле, я это все могу для вас сейчас материализировать, и вы это можете с собой забрать. Скажите, пожалуйста, чего вы хотели бы получить. Какой-то голубой камень показывает. Голубой камень. Аметист? Голубой. Голубой камень. Хорошо. Давай сейчас. Ты видела образ, да, Вера? Да. И, значит, три в твоих руках появляется такой голубой камень. Один, два, три. Благодарю. И передай, пожалуйста, материализуется корзинка с ягодами, которые у нас есть на земле. Один, два, три. Все ягоды, все сорта. И передай это, пожалуйста, от нас с благодарностью, Лидии. Как неожиданно. Вот поэтому это и сюрприз называется. Благодарю вас. Вот, и мы принимаем вашу благодарность и посылаем вам нашу благодарность. До новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. Мы прощаемся с вами и будем сейчас возвращать тонкое тело Оксаны в ее биополе. Всего доброго. Пошла. Отлично. Все, мы закончили. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Оксаны в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому внутреннему органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Идет стопроцентная синхронизация вибрации энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова